Да тут у тебя не дорабатывать надо, тут у тебя надо все делать заново, прием. Симметричную линию сделать не буду, сразу говорю. Всем привет. Любительская радиосвязь может быть использована не только для радиолюбительства, для экспериментов, для проверки связи, для хобби, для получения удовольствия, но может быть использована и для передачи информации. Несмотря на то, что она будет происходить в любительском диапазоне с использованием любительских позывных, все равно можно передавать информацию. По закону чего нельзя делать? Нельзя разговаривать в любительских диапазонах о политике, нельзя с помощью этого зарабатывать деньги, нельзя говорить о религии и так далее. Но информацию обычную, общечеловеческую, можно передавать. Например, можно сообщить, где вы находитесь. Если вы находитесь в походе в каком-то, можно сообщить, на какой точке вы встали на ночевку. Можно обмениваться информацией между группами, как у вас дела. Тем более можно передать информацию о каком-то случившемся происшествии, если нужна помощь. Сейчас я расскажу вам о радиостанции «Карта», которая хоть и работает в кратковолновом радиолюбительском диапазоне 80 метров, но предназначена не для любительской работы в эфире, работы на общий вызов, на поиск, а предназначена для связи из полевых и походных условий, для того, чтобы передать какую-то информацию. Радиостанция эта очень небольшая, но работает она при этом в кратковолновом диапазоне, в однополосной модуляции, имеет выходную мощность 5 Вт, в комплекте с ней есть антенна, полноразмерный диполь на 80-метровый диапазон. Источник питания, литийный аккумулятор, установлен внутрь корпуса этой радиостанции, снаружи подключается только еще тангента с громкоговорителем и микрофоном, который, конечно же, тоже в комплекте есть. Емкость аккумулятора 2,6 Ач, потребление радиостанции очень маленькое в режиме приема, поэтому от одной зарядки она работать может очень-очень долго. В конструкции не предусмотрено, чтобы пользователь мог вынимать этот аккумулятор, заменять его. На корпусе есть разъем для подключения зарядного устройства, и в комплекте, соответственно, тоже есть зарядное устройство, которое подключается к сети 220 Вольт. Корпус радиостанции очень прочный, неприхотливый, металлический, представляет из себя прямоугольную трубу, грубо говоря, толстостенную, с двумя металлическими заглушками с торцов. Одна заглушка глухая, другая заглушка – это лицевая панель радиостанции, на которой расположены все органы управления и разъемы, которых, в общем-то, немного. Удивила меня толщина стенок этого корпуса – 4 миллиметра, то есть, в принципе, на эту радиостанцию можно встать ногой, и ей точно ничего не будет. Вот я сейчас так сделаю. Я на ней стою сейчас, и она вдавилась в снег, но ничего с ней не произошло. Включаю питание, вот она включилась и работает. Еще на корпусе есть металлическая петелька, за которую закреплен вот такой вот ремешок. Это не значит, что ее можно только на руке носить за этот ремешок, хотя, в общем-то, удобно держать ее именно за этот ремешок, за эту лямку, например, зимой, потому что металлический корпус холодный, она промерзла сейчас до температуры окружающей среды, у меня около минус 10 градусов сейчас на улице, и через перчатки все равно чувствуется холод от металла, если она висит вот так на руке, то удобно разговаривать. Но можно ее за эту лямку и повесить на какой-нибудь сучок на дереве или еще куда-то, и, в общем-то, удобно, что он здесь есть, этот ремешок. Так как радиостанция эта предназначена не для радиолюбительской связи для работы на поиск или на общий вызов, а предназначена она для передачи информации, то практически она работает как профессиональная радиостанция на заранее запрограммированных в нее каналах. Каналов три штуки. Как я уже сказал, органов управления минимум самый. Даже нет регулятора громкости, чтобы случайно не убавить эту громкость до нуля. Ну и, в общем-то, поскольку нужно этой радиостанцией пользоваться недолго, включили, связались, передали информацию, выключили, то достаточно одного среднего уровня громкости. Вот так шумит эта радиостанция при отсутствии сигнала, но при подключенной антенне. У меня здесь достаточно шумно в эфире, если я сейчас антенну отключу, то собственный шум радиостанции будет гораздо-гораздо меньше. Несмотря на то, что я сейчас нахожусь вот так вот в лесу в полевых условиях, то все равно в эфире шумновато. На лицевой панели радиостанции есть четыре разъема. Первый разъем это разъем для подключения антенны. Разъем типа TNC, на мой взгляд, очень хороший и прочный, надежный разъем. На антенне, соответственно, который в комплекте с радиостанцией, тоже установлен разъем TNC. Далее рядом с антенным разъемом есть разъем для подключения зарядного устройства. Затем идет разъем 3,5 мм для подключения смартфона, чтобы использовать эту радиостанцию с программой KV Pager. И четвертый разъем, это разъем для подключения тангенты. Разъем этот четырехконтактный. Тоже, в общем-то, достаточно прочный металлический разъем. Гораздо лучше, чем был бы, если здесь разъем какой-то 3,5 мм или RG45 или что-то подобное пластмасса. Этот разъем более-менее надежный. В тангенте у нас есть и громкоговоритель, и микрофон. Соответственно, в корпусе самой радиостанции громкоговорителя нет. На лицевой панели радиостанции есть всего один орган управления. Это переключатель на три положения. В среднем положении этот переключатель полностью отключает радиостанцию. Питание выключено, она не работает и не заряжается. В левом положении мы включаем питание радиостанции, она просто у нас включена и работает. В правом положении к аккумулятору будет подключен разъем для зарядки и можно заряжать радиостанцию. Пользоваться ей во время зарядки нельзя. Специально сделано отдельное положение на переключателе питания для зарядки. Так как в этом положении напряжение аккумулятора выводится на разъем для зарядки. И в случае, когда радиостанция у нас где-нибудь лежит в сумке или с какими-то вещами металлическими, то в принципе этот разъем можно чем-то случайно замкнуть и разрядить батарею. Поэтому в среднем положении, когда все выключено, в том числе отключенный зарядный разъем, мы не можем случайно как-то разрядить батарею через этот разъем. Да, принято, принято. Я вас отлично слышу. 9 баллов, 9 баллов. У меня низко антенна висит, низко. Антенна дипль, но очень низко. Прием. Центральная точка, 3 метра, 3 метра, прием. 3 метра, центральная точка подвеса, принято, прием. Интересно, в этой радиостанции сделано переключение каналов. Отдельного какого-то переключателя, галетного или кнопочного, у нас на этой радиостанции нет, нет индикатора номера канала. Это сделано, чтобы не было лишних органов управления, чтобы повысить надежность и простоту управления. Канал переключается при включении питания радиостанции. Если зажать кнопку передачи, происходит переключение номера канала. Сейчас радиостанция пикнула два раза, значит это второй канал. Выключаю питание, нажимаю передачу, включаю питание. Три раза пикнула, значит третий канал. Еще раз повторяю всю эту процедуру. Один раз пикнула, значит первый канал. У меня запрограммирован первый канал 3775. Частота, которую часто используют для работы из полевых условий. Частоты каналов задаются при производстве этой радиостанции. Какого-то программного обеспечения, интерфейса, программатора не существует для того, чтобы пользователь сам мог менять эти частоты. Наверное это не очень хорошо. Но с другой стороны, можно сказать, что эта радиостанция работает как профессиональная. И поэтому каналы для своих нужд вы заранее выбираете, сообщаете их производителю. И он вам готовит радиостанции именно на эти каналы. Работает радиостанция в диапазоне частот от 3600 до 3900. Основной ее рабочий диапазон. Вот каналы можно в этом диапазоне частот выбрать. Сейчас комплектная штатная антенна от этой радиостанции у меня развешана здесь по деревьям. Но погода сейчас зимняя, снег по колено, где-то и по пояс. Поэтому развешивать антенну хорошо, высоко. У меня не было времени, да и желания собственно тоже. Поэтому центральная точка всего на высоте 3 метра. Края еще ниже. По схемотехнике своей это радиостанция. Аналогично радиостанции у Leima. Но исполнение ее наоборот не максимально облегченное как у Leima, а максимально прочное, максимально надежное. Минимум соединения, минимум разъемов. И как я уже сказал очень прочный толстостенный корпус. Есть три светодиодных индикатора на лицевой панели. Все три они зеленого цвета. Самый первый из них означает то, что радиостанция включена в режим прием. Второй из них означает, что радиостанция перешла в режим передачи, когда мы нажимаем тангенту. Третий означает уровень сигнала. В режиме передачи он означает, что у нас есть ВЧ на выходе, когда мы что-то говорим. В режиме приема он означает, что у нас уровень входного сигнала больше 6 баллов. Если вы развернули где-то эту радиостанцию, подключили к ней антенну, включили питание, у вас сразу горит третий светодиод. Это значит, что уровень шума, уровень помеха у вас большой в этом месте. Уже больше 6 баллов. И вполне возможно, что вы не услышите вашего корреспондента. Так что, в общем-то, этот третий светодиод, он удобный не только для того, чтобы оценить уровень сигнала от ваших корреспондентов, с кем вы связываетесь, но и для того, чтобы понять уровень помеха. Если он светится постоянно, значит уровень помеха большой. Весит эта радиостанция около 900 граммов. Это немало, но, в общем-то, и немного. Я считаю, что ради такого прочного корпуса, металлического и надежного, такой вес вполне оправдан. А можем, можем перейти 3745 верхняя, 4-й канал, можем перейти, прием. Не понял, не понял, куда перейти, прием. Четвертый, 4-й канал, 3745 верхняя, боковая, прием. Понял, на 4-й канал, перейти. УА-3 УЦС РА-3 ТЛБ. РА-3 ТЛБ, РА-3 ТЛБ, РА-3 ТЛБ, УА-3 УЦС. Алексей, он принимает так же, то есть по С-метру показания идентичные, прием. Мне нравится прочная, надежная техника. И, конечно, эта радиостанция карта сделана прямо как под меня. Корпус такой, что можно его в любое место совершенно положить. Вот можно на снег положить и, в общем-то, ничего ей не будет. И в сумку точно так же, она металлическая прочная коробка, кладется рядом с другими какими-то вещами и не боишься, что что-то на ней сломается. Да, наверное, этот корпус со временем обдерется от краски, но работоспособность ее от этого не изменится. Прошлым летом я ходил в небольшой пеший поход и долго думал, какую с собой радиостанцию взять. У меня вся радиосвязь из того похода была на одной частоте, на 3775. Взял я тогда с собой FT-817. В общем-то, если бы у меня была вот эта радиостанция карта на тот момент времени уже, то я бы, конечно, ее с собой взял. Думал, может быть, взять Улейму, но вот это вот отсутствие громкоговорителя, много соединений 3,5-мм разъемами, мне остановило, потому что хочется все-таки законченную такую конструкцию без лишних разъемов и прочный металлический корпус. Для меня это важнее, чем малый вес. И вот такая, конечно, радиостанция, она как раз для моих целей очень удобная. На этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Ходите в походы, берите с собой разную радиосвязную технику, не оставайтесь без связи в походах. Смотрите мои видео, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте и Фейсбук. Еще у меня есть канал на Яндекс Дзен. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok